Доброе утро, друзья! Мы с вами не раз обращались к проблемам прививок и к проблемам, а где же взять черенки на прививку. И так сложилось, что каждый раз задаются одни и те же вопросы, потому что все новые и новые люди хотят научиться прививать. Почему? Они полностью потеряли веру в покупные саженцы. Это факт. Сейчас мы с вами эту тему проработаем еще раз. Так надо. Значит, не было бы прививок, вы бы не видели вот это счастливое лицо моей помощницы, которая сразу после того, когда я их сфотографировал, накинулась на эти же самые персики, которых в Сибири нет и быть не может. Причем обратите внимание на высоту дерева, но, будучи привитым на манджурский абрикос, оно не укрывное. Итак, поехали. Будущее за прививками. Черенки животворящие. Надо было добавить слово Железова. Так, одна из небольшой... Это будет короткая лекция по Утсавай. Вот, небольшой экскурс. Прошлая. 10 лет назад, а может 15, я привил на Сибирку мощный абрикос. Мощная яблоня Жигулевская. И на скелетной ветке привил 9 сортов по принципу. Выберем потом, что получше. Выбрать не удалось. На следующий год это дерево было мертво. 9... А всего получается 10 плюс подвой сортов. Это дерево-сад ненадежно, недолговечно. Просто я эту крайность взял. Если это долговечно оказалось, то вот это недолговечно. 9 прививок на 10-е, а 10-е на подвое. Вот, Москва, февраль месяц. Элитнейший магазин. Огромных катках стоят и плодоносят мандарины. Круто, да? Зато стоит сотни вот этих саженцев в коробках. Я своей помощнице-гидом Бараховской, она меня прикрывала своим хрупким телом, а я доставал с коробок саженцы, фотографировал. Все они были мертвы. В февраль месяц. Все мертвы. Хранить в картонных коробках, в открытых, незамазанные даже саженцы, искалеченные, чтобы вошли в эту коробку. Давно высохло. Тут немножко было, видимо, какой-то грунта. Может торфа. Я не раскрывал, покупать не стал. Все они были до единой мертвы. Итак, смотреть в глаза, уважаемые друзья. Привать будем. Это мой московский семинар. Шесть дней я учил. Учил, учил, учил. А подчеркну только одно в данном случае. Я на первом занятии сказал. Принесите привычные ножи. А у нас их нет. Покупайте. Из 20 привычных ножей. Видите, вон лежат. Некоторые. Вот они. 19 оказалось негодно. Заточься на обе стороны. Следующий момент. Раз уж мы с вами занимаемся прививками, значит, нам придется и вам придется где-то резать черенки. Так? А как резать? Ведь если вы от центрального вертикальной ветки... Не обязательно вертикальной. Здесь просто нарисовано вертикальной. Здесь признается, что вот эта вот страшная ошибка. И нельзя оставлять вот эту. Сучок. Дальше идет отрезанная ветка, но большой, большой раны тоже нельзя. А вот это якобы правильно. Вот это слово правильно. На самом деле правильно вот это, самое левое. Здесь, конечно, размер ран разный. Но ни та, ни та не заживает. Ни в России. Ну, может, на крайнем юге, может быть. Но север России, Урал, Дальний Восток, Сибирь не зарастают вообще. Значит, единственное спасение, если уже мы заготавливаем, оставляем вот такой пенек. Я один на всю планету. Я один, как всегда, против всех. Это вбито в башку. Правильно, неправильно. На самом деле правильное левое. Вот мой пример. Я беру и распиливаю через маленькую-маленькую рану. Здесь была отрезана веточка. Вот. И вот показываю дорогу, как мороз проникает внутрь. Даже малюхонько. Вот. Теперь мы в саду. Ну, это у нас трое последних магикан. На самом деле четверо. Ну, я побывал в саду у двоих. Это сад-дублер. Здесь практически все сюда переехали мои сорта в виде черенков. Результаты уникальнейшие. Вот. На молодых деревьях такие урожаи, что... Ну, вы, наверное, уже знаете Леонида Дмитриевича Чернобаева. Почему я вот эти снимки делал. Они свежие. Так. Я просто показываю, как он... Нижний ярус. Вот здесь у него множество мелких веток. На этом же дереве. Он их пригнул. И теперь дерево в безопасности. Даже если вот то, что вверх, это роскошнейшая сорта. Они имеют аналогов на всей планете. А тем более в Сибири. Вот. Еще раз говорю, это сад-дублер. Это продолжение моего сада. Вот. Вот так он защищает лапником от... Хотя бы не живущаясь. Мало ли. Один раз бах мороз. Ничего этого нет. Лапник убрал. Веточки поднял. И саженец жив. Вот еще пример. Когда-то вот этот саженец. Два было таких. Был перенесен с моего сада привитый. У основания он уже огромный. Потом он уже ветки отмирали. Но не все, видите. И до сих пор плодоносит. Но нижний ярус. Тут сотни веток внизу. Ну, несколько десятков закрыты. Весной поднимутся. И на них будут плоды. Так каждый год. Вот. Просто вид с другого места. Обратили внимание. Почему? Вот они черенки на прививку. Вот. Это уникальная вещь. Это персихосанский. Значит, телесарий. Это один сорт из Прибалтики. И вы знаете. Это просто яркий снимок. Таких уже сотни. Просто показывают своего волшебника во всей красе. Своего друга волшебника. Чернобаева. Вот. Вот. Насколько мы богаты плодами. Вот это одна из моих акций. Вот. Когда-то в садики повозил излишки. Вот. Теперь их не берут. Тогда их раскладываю. Вот так вот. И все, кому не лень. Берут. Вот. Угощаю, 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 угощаю. Видите? А вот это я смотрю с балкона. Мне так. Вот стоят люди, видят. Им так хочется. Вот. Ну, видно. Вот. А я переживаю. Возьмут, не возьмут. Осень у нас деликатные люди. Только поздние. То есть. Уже когда темнело, тогда до конца разобрали. А пока видите. Смотрели, смотрели. Но все-таки детям это надо. Это абсолютно без капли яда. Вместо сорока стандартных этих самых опрыскиваний. Представляете? Ни капли яда. Вот, пожалуйста, люди угощаются. Заготовка черенков. Внимание. Минус девятнадцать было, когда это было. Когда это было. Ага. Это было четвертого ноября. Сегодня у нас двенадцатого ноября. Резкое похолодание. И я быстро начал резать черенки заготовлять. И дал отмазку своим друзьям. Чернобаева уже видели. Вот потом. Почему? Дальше мне как-то попытались сказать. Ну, мы... Я бы посоветовал заходить и сравнивать температуру Саногорска и любую другую, где люди живут. И вот мне один человек говорит, видите, там будет потепление. Может быть, рано вы нарезаете, вот, при минус девятнадцать. Может быть, рано. Но бывает, после потепления проснутся почки, а потом замерзнут. А я начну резать. Все же бывает. В Сибирь страшная вещь. Поэтому я предпочел нарезать при минус девятнадцать, в двадцать, пятнадцать, минус десять. А вот это потепление... А все равно же черенки я храню где? В холодильнике или в погребе. Вот как раз при этой температуре я храню. То есть, уже теперь можно хранить до весны, не боясь, что вот это потепление стимулирует просыпание почек. Знакомлю вас с двумя помощницами. Это обе мои племянницы. Так. Значит, вот так она одета. А потом мы ее разуваем, надеваем на нее валенки. И вот, пожалуйста. Она уже позирует, как это. Видите, вот в одной руке чеката, а в другой у нее этот. Я... Это для зимы. Она густая, но жидкая в то же время. Не замерзшая краска масляная, зеленая. Вот ее-то мы используем. Вот. Видите? Вот эта одна девочка. Запоминайте, почему. В следующем году я ей говорю, запоминаю, запоминаю, запоминаю. Перед тобой розмарин. Супер дерево. Оно у меня одно такое на этом участке, еще на другом участке. И все. Запоминай. Потому что с руками оторвут черенки. Прямо с руками. Меня не будет, а вы будете продолжать, девчата. Вот. А это учебный снимок. Я ей показываю. Раз, два, три, четыре. Нижние почки две. Назовем их спящими. Потом три мощных ростовых. Дальше отрезается. Вот это все, что выше, к вам поедет. Так. Здесь будет замазано. И вот эти три почки. Ростовых. Может четыре. Пойдут в рост. Получается, вместо одной их три. На следующий год те подрежутся. Вместо трех будет девять. Еще год двадцать семь. Но, правда, уже, скажем, в годы все короче. Вот это есть маточное дерево, обреченное на мученицкую жизнь. Они долговечные, но жизнь у нее страшная, мученицкая. Вот. Вторая племянница. Мы с ней резали, резали. Потом она собрала эти яблоки. Не вот эти, эти уже мягкие. Все-таки было минус двадцать. А на земле интересно, что снег уже подтаял, а яблоки твердые. Целое ведерко она набрала уже упавших. Говорит, что-то вдруг захотелось. Хотя всю осень ели мы эти яблоки, уже видеть не можем мы их. Вот, видите, это идет сбор. Вот. Это так, к слову. Это слава Мичуринская. Это зимний сорт. Поэтому фотография делалась вчера, 11 ноября. Холодно, морозится, а они все висят. Вот. Теперь тщательное замазывание. Видите? Вот. То есть, нарезали черенки тщательно. Почему? Вот этот снимок, он входит в мои несколько сотен учебных главных снимков для будущих студентов, которые ни хрена не знают, и никто их не собирается учить, выращивая деревья. Я имею ввиду студентов всей страны. А вот это вот я резал длинным секатором, а замазать не мог. Ну, согласитесь, нетронутые ветки целые. А вот стоило здесь отрезать, и вот абрикос, а ведь это крепкий абрикос, это амур, вот столько погибло. Это яркий пример, это мой еще... У меня их сотни, но этот мне хорош тем, что я при всем желании не мог замазать, понимаете? Но опыт появился, и теперь, пожалуйста, пожалуйте бриться. Вот это вот и есть настоящая работа, качественная. Вот черенки, которые мы укоротили, нижняя часть только годится, верхняя выбрасывается 100%. Вот. Обратите внимание, что здесь черенки были и толщиной спалит, самые крупные, и которые разные, потому что вот самое ценное получается, и самое ценное саженце, мощное получается, если лучше накопулировкой, да еще и толстые черенки, но это особое качество. Нужно всю зиму тренироваться, резать, резать, делать, умудриться делать одним движением ножа косой срез. Два косых среза, на подвое, на прямое. Вот тогда случается чудо. Но большинство, вон видите, самый левый, вот он некрупный, большинство, по звану, только вот такие, прививки вот этих, некрупных. Вот. Но, нет-нет, да поступают. Мне, пожалуйста, 10 миллиметров, мне, пожалуйста, 12 миллиметров. Был случай, два сантиметра подайте основанию, как же он его приведет-то? Посмотрите на толстый самый палец на своей руке. Как это? Ну, есть же умельцы. Я когда-то учил, говорил, чем толще, тем лучше. Извините, это, в данном случае, такая формировка тоже годится. Вот. Вот эти ветки, вот они срезаны. Обратите внимание, вот справа, видите, голенастая, а слева, вроде бы, даже с этим, со скелетом. Вы подумайте, что она отсюда должна была быть, вырасти. Нет, вся она выросла за одно короткое лето. Включая вот эти приросты вторичные. А теперь смотрите, высота. Вот она, два метра, видели? Два метра. Вот. И представьте себе, что самая ценная часть, вот она, вот она, вот она, вот она. Вот. Вот отсюда берется черной, второй, третий. Видите, но это для тех умельцев, которые могут работать с этими, с толщиной, как с палец ваш, пальцы. Вот. А верхняя часть уже тоже годится. Но чем выше, 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 тем все-таки качество черенков падает. Я ниже попытаюсь это доказать. А вот, вот это моя шутка, сколько я, метр пятьдесят, наверное, где-то у нее. Вот. А это выросло за один год. Вот, клянусь, это выросло за один год. Вот. Мощные двухлетние подвои. Прививки на месте. Прививка лучшая копировка вот такой толщины. Эти самые. Так. И вот они, с летом повезло. Солнце. Каждый второй, третий день дождь. И так все лето. Вот повезло. И растут, и растут. Вот они такие должны. И сразу покрываются цветочными почками. Вот. Вот теперь я вот эти двухметровые я вам показываю. Это то, что я для вас заготовил. Вот так отрезается. Еще раз. Вот так. Поняли? Пятьдесят, сорок пять, пятьдесят сантиметров. Все верхушки выбрасываются. Это мой принцип. Вот, пожалуйста, она прикинула. Раз, два, три, четыре, пять почек. И вот это отрезает вам. Вот. Персики заготовка. Персиков мало. Обижаются на меня. Я уже говорю, по одному персику посылку. Деревья калечу, они потом так дохнут. Ой, ужас. Тем более, мои персики неукрывные. Вот один из них. А уже прекрасные были урожаи. Телевидение снимало. Потом бак замерз почти до земли. Я его спилил. Оставил пень высотой пять сантиметров. И вдруг от этого пня за два года он практически восстановился. Живучесть невероятна. Но перед этим, когда он был в три раза больше, мощнее, вот, я срезал ветки за несколько лет, несколько, наверное, сто или двести. И фактически угробил. Спасибо, восстановился. Вот. Теперь я не больше одной веточки в руки. А, может быть, еще и пишу, что у меня не кончились. Попробуйте это. Представляете? Я отсюда срезал восемь веток. И уже фактически его подпортил. Принцип обрезки. Вот столько я оставляю. Видите, никакой халтуры. Вообще никакой халтуры. Не то, что вот ветка двухметровая, а я взял метр оставил, а метр верхний вам. Нет. Нижний метр вам. Вот это и есть добросовестная работа. Второй, если считать, я первый Чернобавев второй, третий член нашей команды – это Тотаро Владимир Александрович. У него уникальный сад с грушами, со сливами, ну и все остальное тоже. И абрикосами и так далее. Вот. Здесь он показывает, что, господи, ну, пожалуйста, это, хотели, мы сняли фильм, а там прозвучало. Вот. Вишневый терн. Сразу сотни человек. Хочу вишневый терн. Я заставил сделать фотографию, не заставил, попросил. Вот я его сфотографировал, чтобы показать. Тонюхонькие приросты не годятся на прививку. Да и не такой уж это шедевр, только название красивое – вишневый терн. Вот это он мне первый раз нарезал, 300 черенков. Наверное, 200 уже продано. Вот. Не все из этого нарезано. Так. Потом была дополнительная нарезка. Видите? Вот. Это то, что, ну, то, что можно срезать. И, наконец, третья нарезка. Вот она. Не знаю, видно, не видно. Третья нарезка. Потому что это все-таки помаленечку раскупает. Так. Теперь вот это вот. Обратите внимание на качество черенков. Он такой же не халтурщик, как и я. Видите? Это он мне нарезал. Это была вторая нарезка. Вот так я потом отрезаю вот так. Верхушки все выбрасывают. Это принципиальный вопрос. Теперь, попутно обратите внимание, когда навалило снегу, был момент, потом он чуть подтаял, но он успел в этом бурте закопать такие же черенки на прививку на весну. То есть хранение в снежном бурте, не знаю, это самое, лучше или хуже моего способа, погребе, но мой способ будем проходить. Так. Улучшенная капулировка. Вот сам принцип. Вот это учебные фотографии я комментировать не буду, иначе мы никогда не закончим. Вот. Это тоже учебные фотографии. Мой принцип. Вот. Учитесь на ходу. Значит, категорически отрицаю практику покупки этих дорогих приспособлений. Они гениальные приспособления, но они мнут кору, и никогда вы не получите то же качество, что делая острым ножом с односторонней заточкой. Никогда. Вот. В основном получается, приживается плохо, получается толстый слой калуса, и этот калус не морозостоек. То есть сюда проникает мороз, потому что, если здесь кора, здесь кора, то этот калус, он не морозостоек. Это фактически рано. Вот. Когда-то я мечтал несколько, это старый снимок, несколько лет назад, я набрал столько, я раззвонил на всю страну. В Европе гибнут вишни. Тут уже не до прививок, тут просто спасти вишни, надо сибирские вот эти, все это должно отправиться в Европу, в институты, везде. Чуть-то не городские аллеями делать. Нужно обязательно сибирские варианты вишен, а это бывшая Владимирская вишня, одичавшая, завезенная Столыпинскими переселенцами, должна вернуться в Европу. Там с помощью близкородственных связей деградировали вишний раз, и сама страшная обрезка, их любят резать, резать, осветлять, делать им штампы, и в результате фактически вишневые сады уничтожены. Вот. Вот. Но не пригодилось. Потом я высылал, высылал, в каждую посылку, просто так высылал, чтобы не выбрасывать. Вот. И это горько, это, то не напряг. Вот тоже непривитый саженец. Это мой уничтоженец, обратите внимание. Дорого, да? Он немножко перерос, годом раньше мы купили. Ну, так вышло. Это Сергей Железов. Мой сын, мой лучший ученик, питомник-авод, лучший питомник в России. Лучший почем? В России. Вот. Сейчас работать, вынужден был пойти работать коронавщиком, потому что сад этот, несмотря на то, что вы видите на дальнем плане, это все на продажу, несмотря на это, все-таки на жизнь не хватает. А мог бы быть, возглавлять любой институт, тем более он агроном. Вот. К сожалению, нам такие специалисты не нужны. Сегодня, нет, вчера, сейчас раннее утро, вчера позвонил мне человек с Нижнего Новгорода. Так, фамилия тут записана, ну ладно, у меня на этом на телефоне. И сказал, будем создавать выставочный центр, нам нужны несколько, может, десятков саженцев от вас. Я переадресовал к Сергею, и вот эти слова запали в душу. Мы обращались за саженцами во все наши областные, а их много, это же не Нижний Новгород, третий город страны по крупности, третий город страны, как ученые, мне сказали, у нас ничего это расти не будет, вообще, только в укрымной форме. А укрымная форма, это прение, это все равно неполноценные саженцы. Вот, а вот эти неукрымные сибирские в Европе не замерзают, не гибнут. У меня целая папка просползлись, мои эти, по всей России, в виде косточек, в виде семечек, в виде черенков на прививку, в виде саженцев железного. Вот, вот вам институт, отстали лет на сто. Вот, перевозчный нож, который мне прислали в подарок. Как бы продают набор, вот эта лента, якобы, которая абсолютно не годится, абсолютно. И вот этот нож двусторонней заточкой, самурай. И сейчас все мучаются, потому что откуда они пришли, и обязательно двусторонний. Это окулировочный нож. Вот, не мог не пройти мимо вот этого. Знаете, огромное количество материалов Ядек Дзене, и все учат, учат. И вот, когда я его это увидел, чуть со стула не упал. Лунки глубиной 20 сантиметров. Потом все это сгнивает, но это уже другая будет тема. Вроде бы не наша сегодняшняя тема. Но если вы подвои поставите лунки 20 сантиметров, они с 3-5 года начнут гнить и умирать. А авторы этого не знают. А тут еще и про абрикосовые деревья. Какие из них подвои, к чему-то матери. Вот эта фотография, она чем хороша. Значит так. Эта фотография... Вот. Полагается по новойке вот тут отрезать, сделать рану. Вы помните, как я показывал на схеме. Делать рану на кольцо. Страшная вещь, смертельная. Все, что будет выше, будет умирать, потому что страшная рана заморозит сосуды вот здесь. Поэтому, мое мнение, прививка. Вот, уже пригодилась. Видите, уже прививка пригодилась. Ура! Так, и... Можно же другой сорт испытать, пожалуйста. Зато теперь он отстанет. В росте вот эта вот правая ветка, отстань, ветки отстанут в росте. И теперь уже тут не надо бояться, что разлом, вот здесь будет разлом. Буквально. Так, сейчас. Вот это вот лучше... Это окулировка. Кажется, это рука Романа Исаева, когда он был тогда кандидатом в наук и заулабом. Кажется, это его рука. Кажется, это я от него фотографию. Потому что у него небольшие ранки, видите? Вот. И можно было бы приветствовать и окулировку, то есть прививку почков. Когда почка внедряется, а потом выше дичок подвойный ветк отрезается, оставляется пенек. Можно было бы. Но вот современная фотография, вот этот саженец, тоже окулировкой, прививка почки. Другой уже доктор наук, самый настоящий, да, как настоящий полковник. Доктор наук, он держал в руках, на наших глазах фильм снял, посадил. Но меня удивило, если это лучший саженец его, со страшнейшей раной вот таких инвалидов пропагандируют. Пропагандируют, поэтому у вас, когда вы будете пьем, то есть я вот призываю почкой не прививать. Ну, это питомник железа, вот так они выглядят в этом же возрасте, привитые лучшинкой полировкой. Вот, вот это подвойный, это моя помощница, так, и она держит в руках саженец, но какой? Вы видите качество этих, вы видите качество корней? Вот это настоящее садоводство. А вот теперь я беру и за столом, имея возможность, что вот это приживется капитально, что корни целы, ком земли сохранен, вот это и есть настоящее садоводство. Вот отсюда и качество. Даже за столом можно. Вот, и еще на коленях я вам покажу. Теперь эта скелетная прививка, Елена Александровна Савинич, проходит у меня, будучи, уже будущим красной дипломницей, стипендианка президентская, путинская, она у меня проходит практику, потому что она сказала, что в любом из плодопитомников, где бы она проходила практику, официальных, государственных, вот ее бы дали тяпку в руки, на этом бы ее обучение бы закончилось. Так принято обращаться с практикантами, а у меня она учится, в данном случае, скелетные прививки. Вот, скелетная прививка, обратите внимание, отстает, вот уже зацвел абрикос, а наша прививка отстает, чтобы как-то выровнять, чтобы она до зимы успела вызреть, вырасти, вызреть, я накрываю вот таким вот пакетиком на целый месяц. Вот уже скоро его снимать, уже будет жара, и тогда под ним будет уже наоборот некомфортно. Так, друзья, у нас закончилась первая серия, почему? Каждые полчаса отключается этот самый, он же фотоаппарат, он же видеокамера. Сейчас мы сделаем остановку, так, все равно сам отключится, и потом пойдет у нас другая серия. Напомню, как эта серия называется. Вот, и материал еще приготовил, получается, на две серии. Вот, черенки животворящие, надо будет добавить слово, железо, вот так. Ну что, не прощаюсь с вами, ждите следующую серию, иначе или мы прививаем, или нет, можно все-таки из семян, особенно косточки, сливы, абрикоса, вишни, вот, алычи. Эти косточки могут дать прекрасные урожаи, и достаточно вкусные и культурные плоды. Ну, мы уже сто раз это проходили с вами, и вот, садоводство по железу, на моем канале все это есть. Так, друзья, заканчиваем, рассылайте мои фильмы всем друзьям, вот, ждите вторую серию, пока.